Уже завтра, 4 сентября, во всех школах страны прозвучит первый звонок. Все ли готово к очередному учебному году? Какие новшества ждут школьников? Ответить на наши вопросы мы пригласили в студию первого заместителя министра народного образования Алишера Умарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько школы готовы к очередному учебному году? Если сказать коротко, то мы действительно готовы на все 100%. Во время недавнего видео-селектора наш многоуважаемый президент поставил ряд задач перед системой народного образования. И среди них ставили задачи, чтобы наша школа стала современной, чтобы обучение стало соответствующим мировым стандартам, чтобы мы все изменились. Вы рассказали о видео-селекторе. На том соврании президент сказал, что развитие школьного образования должно стать всенародным движением. Какая работа будет в этом году? Расскажите эти акценты. Мы должны изменить подход к образованию от традиционного к новому. Для этого мы выпустили новые учебники. Например, в восьмом классе по предмету технологии первый раз мы используем мобильные технологии, то есть QR-коды, где каждое задание ученик будет получать не только от учителя, но еще он может зайти в онлайн-сервис и увидеть эту технологическую карту в качестве видео. Или же основы права. В этом учебнике все основные законы и нормативные документы также будут доступны через онлайн-сервисы. Вторая задача – это, конечно же, требования к нашим педагогическим кадрам. Понимаете, те задачи, которые поставлены перед народным образованием, перед школой, у нас все должно измениться. У нас должны быть новые учителя, новые подходы, новая методика. Это должны быть новые требования. И это будет предъявлено каждому преподавателю. Ну и третья задача – это изменение вообще самой системы школьного обучения. Оно будет нацелено на то, чтобы по компетентственному подходу наши ученики овладели всеми новыми навыками, умениями. Это мыслить критически, это обосновывать свое мнение, это пользоваться современными информационными технологами. В этом году, кстати, в первый класс пойдут 627 тысяч мальчиков и девочек, даже более. А на дому учебу начнут 13 тысяч детей с ограниченными возможностями. По инициативе руководителя страны раздаются им подарки президента. Я вот вижу, вы сегодня принесли, если позволите, я останусь. Красивый портфель, нам всем интересно, что в нем. Во-первых, мы постарались, чтобы дизайн стал современным. Вы видите, здесь специально представлен веб-сайт нашего министерства, на котором выложены все наши электронные учебники. Для их спины это противосколиозная специальная защита. Есть очень много полезных вещей именно для первоклассников. Например, это пластилин. Вроде можно сказать, что ну и что, что это пластилин. Но это первый раз мы сделали таким образом, что пластилин стал на восковой основе. Вот. Он, так сказать, из него можно лепить, но он не пачкает руки. Или же, например, карандаши. Они специально сделаны таким образом, что им удобно, так сказать, начинать писать. Они трехгранные. Кстати, я заметил, что на многих вещах написано «сделано в Узбекистане». То есть это все сделано в нашей стране полностью. Совершенно правильно. Мы постарались сделать достаточно большой конкурс. И на этом конкурсе мы привлекли очень много совместных предприятий. Для первого класса были выпущены заново все новые учебники. По сравнению с предыдущими годами мы можем сказать, что очень много современных, так сказать, технологических понятий, современных, так сказать, вещей. Азбука-этики. Здесь очень много говорится про нашу страну. Первый букварь. Мы его специально постарались сделать таким, что по ним дети могли сразу же, так сказать, научиться своей грамоте. Потому что дети, которые пойдут в этом году в первый класс, они в 2021 году будут уже сдавать международный тест Пирлс. В день знаний, когда пройдет первый урок независимости, они тоже получили свой подарок со всеми символами независимости, стабильности, благополучия и мира. Я думаю, что каждому школьнику будет приятно носить с собой такой кладезь знаний. Тем более он сделан в Узбекистане и очень красивый. А я напомню для телезрителей, что мы общались с первым заместителем министра народного образования Алишером Умаровым. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.